Последнее, что о нём мы слышали, это когда он прислал открытку с Тихоокеанского побережья Мексики, в котором было всего два слова. Привет и... Пока. И без обратного адреса. Что? Остальное, думаю, объяснится само собой. Мы его там задушали пищу, пока не сядет за стол. Я... Я иду, мама. Я иду, мама. Стеклянная зверинец – одна из первых пьес, принёсших известность её автору Тенниси Уильямсу. Действие разворачивается вокруг семейства Вонгфилд, состоящего из неунывающей матери-одиночки Аманды, её дочери Лоры, страдающей депрессией, и сына Тома, альтер-эго Уильямса, который работает на фабрике, но в душе поэт. Все герои одиноки и безуспешно пытаются обрести взаимопонимание. Ах, как же динстит мужчины, боже мой! Динстит, сынок, это то, что осталось у животных. А сознательные христиане желают другого. Большинство шимкенцев шли, как говорится, на Ольгу Остраумову, которая сыграла в «Синей розе» одну из ключевых ролей. Актриса театра Моссовета известна старшему поколению зрителей прежде всего по роли школьницы в фильме Станислава Ростоцкого «Доживём до понедельника», а также Жене Камельковой в фильме «О зоре здесь тихие», ставшем культовым в Советском Союзе. Интересно и то обстоятельство, что Ольга Михайловна – супруга Великого Гафта. В спектакле великолепная актриса превзошла саму себя. Ты не понимаешь, что, вот когда я была девушкой, у нас был манитом, если какая-нибудь девушка была собиралась выйти замуж, она обязательно, или она, или её отец, ну, если, конечно, таковы и мелцы, шли к приходковому священнику, чтобы разузнать о характере этого молодого человека, чтобы не совершить хронические ошибки. Всё в «Синей розе» гармонично. И великолепная игра актёров, и сценография, и тонко вплетённые комические моменты, и, конечно же, режиссёрская работа. Ведь не зря в своё время «Синяя роза» получила гран-при на фестивале «Амурская весна» именно за верность драматургии. Эта пьеса и этот спектакль — это ключ для таких людей, который может отпереть эти внутренние замки, которые человек на себя навесил. Потому что персонаж Джим, которого вот играл Анатолий Смиранин, он как раз и говорит про то, что это всего лишь комплексы, что это совершенно неважно, что мы смотрим вглубь человека, что у него внутри, какой он на самом деле, все люди уникальны. А всё, что касается внешности, ну, это всё не настолько значительно, как вот эта глубина души. И нужно проявлять себя смелее и получать удовольствие от жизни. Все мы можем любить. Вот что и происходит с героиней, что она вдруг понимает, что она может танцевать, что её могут поцеловать, что она может понравиться, потому что она была закрыта от этого всего и не верила в это. А нужно верить. Чтобы постановка имела успех, и театральная труппа, и публика должны найти в ней что-то очень близкое и родственное для себя. Поэтому сам по себе возникает вопрос, что связывает нашу действительность с американской драмой в 70-летней давности, что действие происходит в эпоху Великой Депрессии. Однако уже через 10 минут после начала понимаешь, что авторы безошибочно угадали и место, и время, и тему спектакля. Синяя роза оказалась современной. До боли. Оценили её и шимкенские зрители. После поклона актёров, присутствующие в зале, говорили о том, что видели на сцене самих себя. Мы открыли пятый сезон уже для нашего спектакля. И для открытия это потрясающе. И публика, и спасибо вам огромное за цветы. Было очень много цветов, было очень много внимания. Это очень приятно. Спасибо огромное. Синяя роза в шимкенте получилась. Та, которую задумывали актёры. Без шаблонного счастливого финала и однозначного ответа. В ней есть та сгущённая жизненная правда, ради которой люди отрываются от телевизора и идут в театр.